Всем привет дорогие друзья! Сегодня буду готовить луковый хлебушек. Это очень ароматная такая выпечка. Это очень душистый такой хлеб. Я такой хлебушек очень люблю. У него такой своеобразный как сладковатый привкус и просто невероятный аромат. И даже те, кто абсолютно не любит лук, очень любят такой хлеб. Он получается как пушочек, вот такой вот нежный-нежный. И это я уже его абсолютно остывшим показываю. Это не то, что он только прям с печи. То есть такой хлеб вы обязательно должны попробовать. Я буду немножечко хитрить и буду делать его все-таки в хлебопечке. Так намного проще. Для тех, у кого хлебопечка, можно воспользоваться именно этим рецептом. Он очень крутой. Добавляем сюда жидкость. Я добавляю сыворотку. Можно добавить воду, либо молоко, либо можно сделать на кефире и на ряженке. И что еще круче, будет такой интересный пряный аромат. Только тогда добавьте на 20 грамм меньше муки, если будете делать на кефире или ряженке, так как она гуще. После чего добавляю дрожжи в жидкость. Жидкость добавляла холодную, абсолютно не принципиально, хлебопечка сама нагреет. К дрожжам добавила сахар, а наверх просеиваю муку. Сверху после этого уже добавляю соль. И оставляю хлебопечку начинать замешивать наше тесто. Первые пару минут оно просто соединяет все ингредиенты. Обычно программа потом останавливается, чтобы немножечко отстоялось и промокло все остальное. И потом начинает замешивать уже более интенсивно. И у каждой программы есть момент, когда нужно добавлять начинку, она пикает. То есть у меня это где-то минут через 20 происходит, поэтому за эти 20 минут готовлю начинку. Режу лук. Я в этот раз беру 50 грамм. Но можно использовать и до 100 грамм лука запросто. У меня вот такие вот две абсолютно небольшие луковицы. Режу их не очень мелко. На сковородку добавляю сливочное масло, не растительное. Хотя можно и на растительном, тут не принципиально. И к нему выкладываю лук. И поджариваю лук так, чтобы часть лука у меня карамелизировалась. Она даст совершенно другой вкус. Часть, чтобы была светлая, она придаст сладость. И часть, чтобы все-таки была вот такая карамельная. Это совершенно невероятный запах даст. После того, как наша хлебопечка запикала и сказала, добавь, пожалуйста, мне начинку какую-то, выкладываем сюда лук вместе с маслом, которым жарился лук. И оно как ароматизировано. Единственное, лук не должен быть горячим. Как раз за время, пока вымешивалось мое тесто, лук еще успел остыть. То есть он должен быть теплым, но не горячим. И пускай уже до месяца наше тесто. Вот такой небольшой абсолютно комочек у меня получился. То есть на самом деле получился довольно большой хлебушек. Почти килограммовый, я бы сказала. Я, если честно, его не поставила на весы, потому что мы его очень-очень быстро съели. Получается очень высокий такой и красивый хлебушек. Он где-то в две с лишним руки высотой. Это так, чтобы на скидку. И получается, ну просто очень мягкий, очень воздушный. И при этом необыкновенно вкусным ароматом. Если вы попробуете сделать его еще, допустим, на ряженке, можно добавить сюда немножечко укропчика. Он, конечно, цвет потеряет, но добавит немножечко еще такого интересного запаха. В общем, это очень крутой рецепт. Обязательно его попробуйте. Не забывайте, конечно же, поставить и палец вверх. Мне будет очень приятно. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok